Сейчас вместе с профессором Дмитрием Черновым. Доброе утро вам. Доброе утро. Давно я у вас не был. Это правда, это правда. Надо стыдить хотели? Да, да, надо застыдить. Профессор кафедры биологии City University of New York. У нас вот Дмитрий Чернов приходит к нам. У него есть свой канал на YouTube Nutrition in You, где вы можете почерпнуть очень много полезной информации. Там прям такие лекции. Я так понимаю, начал уже делать такие более визуальные и интересные, нежели просто начиткой текста. Я использую PowerPoint, рисую, показываю, как происходят механизмы биохимических процессов. И оно становится очень довольно-таки интересно, потому что вы визуально можете видеть, а не просто идет разговор, когда все визуально рисуется, то тогда легче все понимать. Какой-то фидбэк ты получаешь от людей, которые смотрят? Они хотят, значит, вот что в основном люди тебя спрашивают на этом канале? Ну, in general, людям интересен сам метаболизм. Как похудеть или как не набрать. Потому что я больше всего стресса и все, не на то, что как похудеть. Если человек может понять, чтобы как не набрать, и он 2-3-4 месяца не набирает, то потом уже можно с человеком разговаривать, как похудеть. Потому что если человек к этому не готов, in pre-contemplation state, это бестолково вообще о чем-то говорить. Но мы сегодня вот худеем с ряженкой с утра, или мы что мы делаем? Или мы не набираем? Мы не набираем. Дело в том, что от LifeWave ряженка, это мы уже второй раз запускаем ряженку, потому что ряженка очень приятная. Дело в том, что это используется как снэк, но это завтрак. Честно говоря, опять же, если организм привыкает, но мне совершенно голод отбивает. Не хочется есть. И ты получаешь достаточно большое количество калорий. Ты получаешь 150 калорий. Но опять же, калории калориям равны или не равны, смотря смотреть с какой стороны. Хорошие калории плохие? Да, есть хорошие калории, есть плохие. Меня даже недавно спрашивали, например, я ем 1500 калорий, и ты ешь 1500 калорий. Почему я не набираю, а другой набирает? Потому что если я ем 1500 калорий, я их растягиваю на целый день, то мой организм привыкает к этому, и он сжигает эту энергию, и может быть что-то остается. А тот человек, который у него такой роллокостер дает, он съедает утром 750 и вечером 750. И вот эта дырка посередине, и организм думает, ага, окей, все, я голодаю. И он вместо того, чтобы сжигать энергию, он ее сейвает, он ее оставляет. И вот простой ответ. Подожди, смотри, допустим, какого-то спросишь нутрициолога, неопытного, скажешь, как похоже, он говорит, типа, ешь 6 раз в день. И ты такой, ну ты дурак, ну ты дурак, ну как я буду 6 раз в день? Где я найду, во-первых, для этого времени? И говорит, а, первое, 6 раз в день ешь, а второе, готовь дома. И ты знаешь со своим рабочим графиком, со своей вот этой работой, со своими детьми, с женой, по скандали, жена, да, правильно? Как провести вечер? Когда ты найдешь для этого времени, чтобы готовить? Вот. И поэтому все-таки вопрос, сколько раз в день кушать оптимально? Очень тяжело ответить на этот вопрос. Я бы сказал, что, опять же, своим студентам, когда мы говорим об этом, три раза в день нормальная еда. Опять же, завтрак посередине, может, если... Дело в том, смотри, через 3-4 часа наш организм будет голодный, потому что, когда еда исчезает из желудка, из живота, у нас происходит сжимание желудка, да, и one of the strongest satiety signal, когда человек не голодный, или hunger signal, это stomach stretching. Когда он растягивается, у нас посылаются сигналы в организм, но он растянулся, ты не голодный, он сузился, ты голодный. One of the strongest signal. Гормоны, ничего, именно растягивание желудка. Поэтому через 3-4 часа, не имея значения, какую ты порцию сожрал, ты все равно будешь чувствовать, у тебя будет чувство голода присутствовать. Поэтому 3-4 часа, скажем, 4 часа, это получается завтрак, обед и ужин. Ну, по середине ты можешь втыкать снеки. Поэтому если человек говорит in general 6 раз в день, то это не говорит о том, что большие порции. А вот ты поел завтрак нормально, потом где-то через полтора часа, может быть, что-то перекусить, потому что у тебя завтрак был маленький. Потом ланч, опять же он тоже маленький, опять потом после ланча перекусил, и ужин, и после ужина можно перекусить. Я на ночь обжираюсь, опять же обжираюсь орешки, семечки, йогурт, кефир от LifeWave, днем или утром от LifeWave. Творог, может быть, от LifeWave, утром, может быть, вечером. Но опять же, чуть-чуть творога, blueberries, raspberries, даже меда, и нормально. Не обжираются. В этом проблема. Потому что человек думает, а ты раз, и он на себя начинает. А, или один раз, я же не поел, и давай вечером это все жрать. Подожди, а как же раньше было пословице, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу? Ну, это в том случае, что если человек пережирает, чтобы на ночь не ложиться, и чтобы не был полный живот. Во сколько оптимально завтра ужин в последний раз? Или это зависит от твоего графика жизни? Совершенно нет. Зависит от количества калорий, я бы так сказал. Потому что, если я вечером... Ну, допустим, я ведущий утренний вошел, я рано просыпаюсь. Во сколько у меня должен быть последний завтра ужин? Руслан, если ты съедаешь 200 калорий вечером, и не ложись с разу спать, а еще час где-то у тебя есть, то будет все нормально. Опять же, если ты вошел в свой лимит, опять же, есть estimated energy requirement, это как ты берешь бензин и заливаешь его в канистру, и ты должен проехать от одного места до другого. Вот если ты до 1500 калорий в день рано, если, к примеру, твой организм, то ты съедаешь эти 1500 калорий, растягивая. А если вдруг ты их вечером все наел, конечно, куда организм все начнет сторвать у тебя замок. Без эпо можно просчитать количество калорий ты съедаешь? Легко. Примерно на глаз можно. Я могу любого научить на глаз определять, через неделю человек будет вот так. Самый простой метод, вот эти есть такие measuring cups, с которыми муку. Вот просто целую неделю возьмите эти measuring cups и насыпайте себе на тарелки. И вы потом визуально будете видеть и запомните, что вот это, вот это, вот это, даже самая плохая еда на тарелке, в которой half a cup or one cup. Все. That's the portion size. Half a cup or one cup. Все. Четыре унцы или восемь унцы. Мясо от трех до пяти унцы. Порция. Все. Фрукта. Не двадцать бананов, а один банан. Не целый мешок клубники, а one cup of клубники. Ну, а я просто in general говорю, да, ну виноград, скажем, да, не целая гроздь винограда, скажем, а то, что вот у вас в полчашки месяца или в чашку, все, а по-другому не так. Подожди, я просто себе представляю, у меня есть эта мерная штукенция, я ей насыпаю сириал с утра. Как мои дети насыпают это вообще просто так. Я только и слышу. Нет, я именно этой мерной кап, вот этой мерной чашкой наливаю. То есть у меня одна, один кап как бы есть она, да, я ее насыпаю, я только смотрю, типа, ты говоришь виноград или клубники ван кап, а там, ну, пошреддать. Если мы говорим, да, про овощи или про фрукты, их нужно пошреддать. Конечно, есть такая большая клубника, ты положил, она закрыла. Да, ты же понимаешь, с умом нужно подходить, да, пошреддал. Но даже сириал, ты сказал ван кап. То есть, подожди, если я ем, допустим, стейк, мне нужно две трети этого капа стейка? Мясо от трех до пяти унций. Так подожди, в одном капе ты говоришь сколько, восемь? Нет, если ты мясо ешь, оно должно весить от трех до пяти унций. Не обязательно в чашке. А если мы едим все остальное, ну да, где-то так. А если мы едим порция, порция, киллитра поршенца. Я понимаю, я тебя прекрасно понимаю, да, но если мы сейчас говорим, если мы говорим, чтобы приучить свой организм правильно питаться, чтобы ты через пару месяцев, он понял, что вот это так ты ешь, все, то, короче, мясо 3,5 унций, а все остальное, если ты ешь рис, half a cup. Все, все, что старч, старч продукт, half a cup. Конечно, ты можешь и чашку съесть, but that's the portion size. Салаты, овощи и фрукты, one cup, а старчис, half a cup. То есть, все, что не вкусно вам, кап, все, что вам вкусно, half a cup, легко запомнить. Я так ем, у меня рот не закрывается в течение дня, я постоянно ем, но маленькими порциями и растягиваю, растягиваю, и я не набираю. Я не теряю, но я не набираю. Летом очень мало хочется есть, пейте больше воды. Стока нормально? Да, фрукты, овощи. Но опять же, если ты пьешь воду, 30 миллиграмм умножить на килограмм своего веса, и ты получишь количество чашек. Если я вешу 70 килограмм, 30 миллиграмм, 70 умножить на 30, 2100, значит, 2 литра. А у меня 3. Ты 30 умножаешь на килограмм of your body weight. Если у тебя с сердцем все нормально. Ну подожди, если, допустим, объясни мне эту ситуацию, мне говорят, типа, нужно пить, скажем, 2,5 литра воды в день. Но если я занимаюсь спортом. Конечно, ты добавляешь чашку. Добавляю, и все, у меня мы с этим останавливаемся. Конечно, да. Если ты занимаешь спортом. И эта формула только для тех, у кого все нормально с давлением и нету... Ну, а кто, как не ты, знаешь, как у меня со здоровьем? Вот. Поэтому, а у тебя с давлением все нормально, поэтому воду можешь пить. Кофе, кофе, да, в твоем случае кофе тебе не нужно, да. А тебе не нужно кофе? Кофе, ни кофе, ни чай. Отдай свой кофе. Кофеин, кофеин у тебя вообще не должен присутствовать. Поним? И чай. Ты и так слишком активный, да. И чай нельзя. Да. Как раз-таки можно, он его успокоит. Знаешь, как у меня работает организм, что у меня кокаин, это, знаешь, как седативное такое. Вместо кокаина... Дайте кокаина, я немножко хочу... Не, надо успокоиться, на русском. Вместо кокаина лучше пейте LifeWave кефир, он поможет. Он успокоит. А ряжем как? Такая, ряжем. Господа, это был Дмитрий Чернов, профессор кафедры биологии сети University of New Year. Спасибо тебе огромное. Live Penutrition Show на следующей неделе в это же время. Пока-пока. До свидания.